Здравствуй, друзья. Пропагандисту Соловьеву отполировали передний бампер. Ну, как-то тревожно мне всё равно. Тревога какая-то закралась в душу Володеньке. Есть у него подозрение, что это только начало. То есть, ну, естественно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали. Но в жизни так не бывает. В жизни есть... Наука умеет много гитек. Важно, чем всё закончится. А куда подевался весь твой пафос, Володенька? Где твои крики, слюни? Где твоя спесь? Покукарекал, покукарекал и получил по рогам? Я думаю, что уверен. Ничего мы не потеряли и ничего не потеряли. Я, говорит, Путин ничего не потерял. Я как прятался, а жил там у себя в бункере до 24 февраля, так я там и прячусь. Как боялся я выйти куда-то без охраны, я и сейчас так боюсь. Как я гадил в чемодан, так до сих пор я и гажу. В принципе, говорит, для меня ничего не поменялось. Гости форума из Дальнего Востока фотографируются с каким-то крашеным мужиком в платье. Курятоспособность европейских предприятий снижается. Да недолго уже осталось этим европейским производителем. Наступаем на пятки. Сегодня в России новая Лада Веста. Уже стоит столько, сколько в Германии стоит новенькая Ауди А5. Скоро загнутся эти европейские поставщики компаний. А зимой, как обычно, замерзнут. Посмотрите, какой особняк на берегу Финского залива на народные деньги построил жулик и ворюга Андрей Турчак. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую своим историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают. Поэтому с днем победы. А это элитные квартиры, которые оформлены на его жену, на жену его брата, на его отца, на его мать, на его дочь. Общая сумма квартир и земельных участков примерно полтора миллиарда рублей. Не, ну пусть поживут полгодика, пусть порадуются. А потом всем семейством сразу на Колыму. Юлия Галямина отвечает на вопрос, если не Путин, то кто? Так, если не Путин, то кто? Если не Путин, то сотни тысяч людей, которые будут участвовать в управлении страной. То есть потеря Путина для России не будет катастрофы, по-вашему? Нет, ну и конечно, катастрофы точно не будет. Это будет неким шансом для России. Но я бы не зацикливалась просто на Путине как таковом. Конечно, Путин это производная от каких-то сил, которым выгодна эта жизнь. Ну есть силовики, которым выгодна статус-кво. Есть какие-то вороватые бизнесмены, которым выгодна статус-кво. Но и для них это уже становится чересчур. Даже для них это становится чересчур. Потому что непонятно, зачем вот это все, зачем вот эти провалы и потери, ради чего. Да, никто не понимает, ради чего все это. Да, старикашка один, пляшевый, поверил, что оленевод, не служивший в армии, возьмет Киев за три дня. Мы пришли вас наобедать, поддержать. Посмотрите, в каких условиях выздоравливают путинские мародеры. Ни одного медицинского прибора в палате. Этим кроватям лет уже, наверное, по 80-100. Что-то я не вижу. Два яблочка, два мандаринчика и стакан воды. Ровно наполовину полный. А, ну да, это ж не Шойгу приехал, это ж Харатьян. Здрасте. Ну что, ты так хорошо говоришь? Да? Да, давай ты скажешь, а я буду в красивом платье стоять. Давай я буду стоять в красивом платье, ты будешь красиво говорить, и никто не заметит вот эти обшарпанные стены, вот эти кровати, с которых уже краска облезла, и вот эту покосившуюся вешалку. Доверчивые люди должны знать, что государство, оно делает все для того, кто поехал защищать Донбасс. Ну, я вообще первый раз, кстати, в ДНР вообще здесь вот, ну, с 14-го года, до этого я бывал, с концертами, с какими-то спектаклями даже, поэтому вот такие впечатления очень сильные. Сильная страна, сильная медицина, ну, и впечатления, соответственно, сильные. В самом деле, мы одним днем всего, вот сейчас вот приехали буквально вот час назад, и через два часа уже уезжаем. А сегодня день медицинского работника, мы решили вот и врачей поздравить, поддержать, ну, и с вами тоже вот, как-то поздравиться. Да, поддержать и вас тоже, потому что вы должны знать, что, конечно, мы вас не бросаем, Россия с вами. Грузик, видите, висит над кроватью, противовес. Между штукатуркой, которая отвалилась, и грязными пластиковыми бутылками. Вот это и есть вся поддержка. Своих не бросаем. Слушайте, вам такие бабки платят. Нужно как-то поэкспрессивнее, как-то поярче выражать свою благодарность. Что-то как-то тухловато получается. А то, что вы отстаиваете свою землю, свою родину, защищаете свои земли. Мы большие молодцы. Ну и, конечно, мы поздравляем ваших медицинских работников, чтобы они как-то прям положили все усилия. Они у меня все такие. Вот мы удовлетворили. Не, ну слабовато, Харатиан, слабовато. Сумасшедшие бабули из отряда Путина, они бы то поэкспрессивнее сыграли. Андрей Пентковский объясняет, переедет ли Кадыров в Москву на новую должность. Кадыров долго не проживет, это точно. Значит, во-первых, что нужно понять? Его ненавидят лютой ненавистью все российские силовики. Ну не все, за исключением, я вопрос, за исключением Золотова, который находится на его содержании. Там масса таких историй о столкновении между кадыровцами и этническими русскими в различных ситуациях. Путин проиграл в Чечне. Россия ее проиграла. И Путин, он признал это и выплачивает дань Чечне. Путин выплачивает ему громадную дань. Раздаются слухи о возможном повышении Кадырова, переводе его в Москву. Ну, в частности, возможно, руководителям Гроссгвардии. А вот тут заговорили даже о недовольстве Шойгу, о возможном переводе Золотова на место Шойгу, а Кадырова на место Золота. Но никогда Кадыров туда не поедет. Его уберут на следующий день. Как антей, лишенный связи своей с Чечней, а точнее своими 20 тысячами боевиков, чем в Москве он будет на любом посту, можно означать, что вице-президентом России. В любом случае он будет через несколько дней после занятия своей новой высокой должности. Он это прекрасно понимает, поэтому никакого перемещения в Москву не будет. Это одна группа людей, которых желает единодушное желание российских силовиков. Вторая группа – это кровники в Чечне. Там же вот этим проектом путинской такой унии были недовольны очень многие в Чечне, считая это предательством чеченских интересов. А он расправлялся со своими противниками совершенно беспощадно. Желающих очень много. И потеряв должность, а с ней, видимо, и возможность контроля над этими своими боевиками, которых примерно 20 или 25 тысяч, он тоже через несколько дней будет. Вот такая ситуация с Кадыром. Не, ну это Пиантковский. Надо ехать, Рамзан. Надо соглашаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова